Продолжение следует... Какой смысл в этой пробежке? Если я буду вставать каждое утро и делать пробежку, наверное, в этом какой-то смысл будет. А так это только для того, чтобы повидаться, пообщаться. Ну, наверное, в принципе, дело хорошее, но если это превратится в какую-то систему, тогда от этого действительно может быть отдача. И систему, как это происходит, допустим, с летней школой СТД, если это будет регулярно в течение нескольких лет, не двух, не трех, а вот когда уже будет и для руководства, и для Министерства культуры, и для нас, для всех, будет странно, если вдруг этого не произойдет. Когда уже настолько к этому привыкнут, когда это станет как само собой разумеющееся, как на самом деле нечто подобное было когда-то там в старые топливы времена, как рассказывали мастера и учителя. Необходимо общение, необходим обмен информацией, необходимо задавать вопросы, обсуждать. Времени очень мало у нас. Это начало, мы как бы задали друг другу вопросы, ответы пока не получили. Я думаю, что только театральное сообщество и может повлиять, потому что только от нас должно исходить это желание. Надо приезжать, надо давать заявки на самом деле. Театры, региональные театры, региональное отделение Союза должны услышать, что произошло, увидеть и давать заявки, потому что заявок будет очень много на самом деле. Потому что и участники этой школы все время говорят о том, что необходимо готовить кадры цехов, мастерских. И это все на самом деле не так сложно, это все возможно, тут нет никаких чудес. И это на самом деле не так дорого. Главное это организовать, высказать пожелания, сформулировать, что конкретно нужно, что делается тоже достаточно быстро и легко. Потому что, как выяснилось, потребности у большого театра не сильно отличаются от потребностей тюменского ТЮЗа. Мы имеем дело с взрослыми людьми, которые прожили ту или иную профессиональную жизнь, и сейчас увидеть в них какие-то перемены достаточно сложно. Дело не в том, что они как-то изменились. Тут очень важный момент, который я не первый раз наблюдаю, особенно относительно региональных театров, когда люди понимают, что они не одни в этом мире со своими проблемами. И это произошло, и поэтому очень много позитивной энергии вырабатывается в этой школе. А какие-то конкретные результаты, я надеюсь, что мы увидим в ближайшее время уже в ходе работы, в ходе работы, в ходе общения, которое продолжится за рамками этой школы. Тогда и появятся результаты, потому что много контактов, много телефонов, много ссылок в интернете, которых раньше не было, возникло. Это я вижу, как люди обмениваются адресами, обмениваются информацией, обмениваются опытом, и начинают общаться, перестают себя чувствовать на необитаемом острове. Этого не может быть в театре, это очень страшно, потому что сейчас это, к сожалению, происходит со многими. Даже в Москве мы иной раз не имеем возможности спросить у соседа, как ты решил эту проблему, куда ты обратился, а что есть еще, еще одни мастерские, а не только эти и так далее. Довольно трудно оценить со стороны, поскольку я уж слишком погрузился в это еще до начала, и активно в этом участвовал, поэтому это как спектакль свой попробовать оценить. Это даже несколько лет, не глядя на него, когда приходишь, все равно не можешь оценить, а смотришь в те места, за которые переживал больше всего. Не знаю, я могу только судить по реакции участников, по реакции вольнослушателей, по реакции, на самом деле, что не менее важно, по реакции тех, кто выступает в качестве лекторов, в качестве консультантов, в качестве людей, которые проводят семинары и так далее, потому что они с удовольствием идут, люди, у которых вроде как бы все в порядке, а на самом деле и у них не все в порядке, и у московских технических директоров, которые участвовали в проекте, не все в порядке. Ну, у художников всегда не все в порядке, художники всегда в поиске и в нерве, это понятно. Но все от Кирилла Игоревича Крока, директора театра Вахтангова, до, я не знаю, до осветителей, монтировщиков, вот кого не позови, все говорят, слушай, как здорово, давай, давай, мы обязательно, мы придем, мы послушаем, мы поможем, мы подскажем. Это ощущение важности и важности этого проекта. Поскольку проектов, в принципе, вокруг очень много, да, и к слову проект, как один тут наш участник говорил, есть тоже и негативное отношение вообще к самому слову, ну, что-то затеяли. Люди приходят и видят, что затеяли очень важное дело, которое, опять же, возвращаясь к началу разговора, необходимо продолжать и поддерживать, иначе все будет пустую, к сожалению.